Здесь все о сотрудничестве и возможностях. Больше двух тысяч участников, пара десятков медиасессий и несколько важных заявлений. Это первые итоги Астана Медиа Уиг. События такого масштаба в Казахстане проходят уже во второй раз. Медиа-неделя собрала на одной площадке 18 казахстанских телеканалов и больше 50 продакшн-компаний. Последние привезли свои лучшие новинки. Сериалы, журналистские расследования, документалистику, детские развлекательные проекты. Это лишь малая часть того, что презентовали компании на площадке Казмедиа-центра. Сегодня сфера массовой коммуникации является одной из самых важнейших компонентов общественного развития. Ваш каждодневный труд меняет не только информационный ландшафт, но и придает импульс процессам различных отраслях. Форум стал эффективной площадкой для представителей местных СМИ для обсуждения проблемных вопросов, обмена опытом и получения актуальных знаний. Я абсолютно уверен, что данная площадка станет традиционной и значение этой площадки будет со временем расти, так же, как и растет значение всего медиа-сообщества Казахстана. Тем для дискуссий на полях форума было несколько. Главный вопрос – как развиваться классическим масс-медиа в условиях глобальной интернетизации – телевизор или ютуб? Телевизионная аудитория пока по-прежнему больше, чем аудитория социальных сетей в Казахстане. Это объективные цифры. Но тенденция идет в ту сторону, что аудитория социальных сетей и интернет-аудитория, она уверенно растет. Растет качество контента, который делается специально для ютуба. Но это тот контент, который по формату уже, естественно, не подойдет для телевидения. Это уже другой контент, ориентирован на другого зрителя. Это не значит, что он хуже или лучше, он просто другой. В среднем казахстанцы смотрят телевизор около 200 минут в день. Примерно столько же времени проводят в сети. Правда, все чаще население предпочитает смотреть любимые передачи в интернете. Диджитал-рынок развивается со скоростью света. И кажется, за ним уже не угнаться. В силу определенных событий в мире, возникновения горячих точек, где, собственно говоря, кроме телевидения никто не мог работать фактически онлайн, интерес к телевидению достаточно заметно подрос. Телевидение становится фактически онлайновым. И это заметно поднимает интерес к нему. Не стоят на месте технологии, что помогает оставаться телевидению смотрибельным. Роботизированные студии и компьютерная графика. Даже прогноз погоды больше не будет таким, как прежде. Телевидение все еще доминирует на медиарынке. И по охвату зрительской аудитории, и по числу размещаемой на каналах рекламы. Вот только доходы всех традиционных СМИ от коммерческих сделок падают. Интернет-реклама, напротив, набирает обороты. Сегодняшняя реклама, самый последний тренд и писк – это нативная реклама. Нативная реклама – это тогда, когда вы даже не понимаете, что это реклама. Это когда вам дают полезный, интересный инструмент, контент. Нужно учитывать, что телевидение как носитель трансформируется. И происходит некая такая эволюция телевидения. Потому что само телевидение, как понятие, оно переросло уже в прибор, который мы называем телевизор. Контент на стационарном приборе должен быть настолько интересен, что человек готов жертвовать своими временными затратами, подстраиваться под этот контент, чтобы его посмотреть. Телеканалы подстраиваются под зрителей и находят свою аудиторию в интернете. Например, в казахстанском сегменте Ютуба в числе самых популярных аккаунтов есть и каналы агентства Хабар. У нашего телеканала, у агентства Хабар есть большой ресурс, большая серьезная команда. И мы имеем возможность приглашать представителей министерств, правительства, депутатов, люди, которые ответственны за принятие законов, за принятие каких-то решений в государстве. Поэтому хочется, чтобы мы служили неким проводником и помогали в решении вопросов. Каналы телесемейства предлагают своим зрителям разнообразный контент. От исторических сериалов до интеллектуальных викторин, которые полностью доступны онлайн. В агентство Хабар входит 4 телеканала, мы охватываем всю республику. То есть в каждом ауле, в каждом регионе нас можно увидеть и в больших городах тоже. В том числе у нас есть канал Казах ТВ, спутниковый телеканал, который вещает в мире. Более 130 стран на русском, казахском, английском. И вот в прошлом году запустили на кыргызском языке. Астана Медиа Уик – это не только уникальная площадка для диалога. Медиа неделя включает семинары и мастер-классы. На одном из них говорили о подаче информации. Ведь люди хотят потреблять контент в новой форме, как можно быстрее и с дополненной реальностью. Сегодня важно не только содержание информации, но и оборудование, которое должно быть очень качественным. Нужно учитывать спрос на мировом рынке, на что акцентируют внимание зрители. Иначе нет смысла в нашей с вами работе. Каждый день выходят на рынок новые камеры, поэтому это дает новую возможность для прогресса. Технологический прогресс происходит каждую минуту. Каждый день на медиарынке обновляются стандарты. Угнаться за ними мелким игрокам сложно. Из всех телерадиоканалов и газет страны 77% работают в регионах. На форуме прозвучала идея кооперации региональных СМИ и создания кампаний по продаже рекламных возможностей телеканалов, газет и радио. В крупнейших городах Астана и Алматы с планами, с продажами все окей, все хорошо. Показатели у них всегда довольно высокие. Но в регионах у них всегда показатели низкие. Если бы был какой-нибудь сейлс-хаус, наверное, это бы немного помогло. Мы могли бы на базе этого сейлс-хауса создать какие-то пакетные предложения. Медиаиндустрия даже за последний год сильно поменялась. СМИ должны развиваться и следить за техническими новинками, чтобы быть интересными для своей аудитории. Интернет-порталы уже заменили газеты. По статистике, в день казахстанцы тратят всего 4 минуты на печатные издания. Меняется способ подачи информации на радиоволнах. Разрабатываются мобильные приложения для онлайн-трансляций. Сегодня журналист должен быть многофункциональным. Он должен быть и монтажером, и уметь работать с программами дизайна. За три дня работы «Астана Медиа Уик» представители отечественных масс-медиа обсудили три главных вопроса. Как быть доступными, рентабельными и смотрибельными? Насколько эффективно у них это получилось, оценят уже потребители услуг медиарынка. И еще один очень важный факт. Медиа-неделя, как и планировалось, стала ежегодным событием. Мараток Магамбет, Каната Бильдин, Житакон.